Представляю вам соперников и первым бойцам в синем углу! Ему 26 лет, рост 189 сантиметров, вес 79,3 килограмма. Его профессиональный рекорд 24 победы при 8 поражениях. Дамы и господа, он чемпион Азии World MMA Association, чемпион Азии по ЖЭК ПЭЖЭК, победитель турнира WEF, представляющий клуб Ахмад Узбекистан. Вот он, Нурсултан Блэк Руси-боэк! А вот и его замерник к красному углу клетки. Бойцу 29 лет, его рост 185 сантиметров, вес 78,9 килограмма. В его активе 16 побед и 10 поражений. Он многократный победитель чемпионата Республики Беларусь по карате и пудо-карате. Чемпион Беларуси по рукопашному бою, победитель Кубка мира по гикбоксингу, победитель международных турниров по ММА. Он представляет клуб Пересвет из Ростова-на-Дону, Россия! Приветствуйте! Торис Мирошнич! 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 Продолжение следует... 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 позицию Борису Мирошниченко и успевать одновременно бить и бить тоннажно. Берет небольшую паузу сейчас Борис и делает вращение. Марсултан будет и набрасывать треугольник, как в концовке первого раунда Мирошниченко. Пытается, пытается, словно услышал он вас, Алексей. И вот сейчас старается Борис Мирошниченко закрыть как следует треугольник, одновременно выйти на еще один болевой, но уже на руку. Хороший замок, чуть-чуть необходимо подработать, голову к себе. И слэм до шикарной в исполнении Нурсултана. Заходит за спину тут же, Нурсултан выходит на удушающий прием, но не тут-то было. Калейдоскопически меняется ситуация на настиле. Освободит ли шею белорусский спортсмен. Да, приходится теперь терпеть Борису Мирошниченко. Упирается он в одну руку, пробует скинуть. И все сильнее и сильнее старался давить Нурсултан. Рузибаев. Ну что, опять у нас смена декораций. Боковой контроль от Бориса Мирошниченко. И, судя по всему, сейчас снова подключит локоть. Насколько это возможно Борис Мирошниченко. Крайне напряженный поединок. Очень интересная борьба. И тот, и другой нацеленный на досрочное завершение. Опять очень легко заходит полный маунт, Борис. Минута с небольшим до конца второго раунда. Сил уже не так много. Да, здесь, конечно, морально-волевые качества. И функциональная готовность будет играть очень серьезную роль. Ну, конкурентные бойцы ничего не скажешь. Достойны друг друга. Нет явного преимущества. Вновь высокий маунт. Очень высокий. И есть возможность для того, чтобы мастить у Рузибаева, что он и делает. Но, в свою очередь, вбивает удар за удары Мирошниченко. Есть ли силы у Нурсултана эффективно защищаться? Последняя минута. Знает ли он об этом? Крикнули ему секунданты на этот счет. Сколько нужно терпеть. Но, действительно, что первый раунд, что второй. Это, вы справедливо заметили, настоящий калейдоскоп событий. Но второй раунд Борис забирает. Причем делает это уверенно. Есть ли секунд большие? Забрасывает Борис Мирошниченко ударами Нурсултана Рузибаева, который, судя по всему, дотерпит до гонга. Все готовы к началу третьего раунда в зубодоробительном поединке между Нурсултаном Рузибаевым и Борисом Мирошниченко. В конце второго раунда было тотальное преимущество белорусского спортсмена, выступающего за клуб Пересвет. Хотя упоминали мы, что в свое время он встречался с Владимиром Минеевым и уступил ему. Владимир находится сейчас в зале. Интересно, за кого болеет Владимир в этом поединке. Пробует поджимать Борис Мирошниченко. Удары уже как замедленные съемки. Полупустые бензобаки у спортсменов. Да, и мышцы налиты свинцом. Бросок, зацеп. Есть, убивает до своего. Борис Мирошниченко сейчас одним движением может перейти в полный маунт опять. Валерий Багин призывает к активности, отключает руку. И начинает забрасывать ударом Борис Мирошниченко. Продолжается борьба. Борис Мирошниченко. Пытается, пытается сбросить всеми возможными способами с себя Бориса Мирошниченко, Нурсултан Розебаев. Но это уже третий раунд. Хватит ли сил? Очень много затрачено ресурсов было в предыдущие 10 с лишним минут. Вытягивался Мирошниченко, чтобы освободить левую ногу. Вновь неудачно. Приходится работать в этой же позиции. Минимизирует ущерб Нурсултан, причем с этой задачей он пока справляется. И рефери Валерий Багин призывает бойцов к активности. Да, и если не увидим мы сейчас бурного развития, то, скорее всего, рефери снова поднимет спортсменов в стойку. Несколько ударов слева. Как бы то ни было, Борис Мирошниченко старается обозначать свое преимущество не просто контролем, а всеми доступными способами. Ну, в данный момент это удары с двух рук. После двухлетней паузы Мирошниченко вернулся в мае этого года. Провел уже два поединка. В обоих выиграл, как мы отмечаем. Отмечали ранее. И сейчас близок он к еще одной победе. Досрочный или нет? Ну, кстати, предыдущий его поединок против Руслана Данченко тоже получился очень драматичным по накалу и невероятно зрелищным. Завершился он как раз в третьем раунде гильотиной. Итак, фулл маунт пытается мастить Нурсултан Рузибаев. Сбросит Бориса, но это уже не так просто. Боковой контроль и снова фулл маунт от Бориса Мирошниченко. Наносит удары. Не очень сильные, но судьи все считают, все видят. Не получается. Не получается у Нурсултана Рузибаева скинуть Бориса. Все, что остается, это только перекрываться, как-то вязать, чтобы если и сыпались удары, то не имели такой разрушительной силы. Пока еще локти не подключал в этом раунде Мирошниченко. Это могло бы быть очень опасно. А Борис тем временем уселся поудобнее. центр тяжести подсказывает Мирошниченко. Да, на мостик все сложнее и сложнее становиться Нурсултану. И продолжается форменное избиение Рузибаева. Точнее пытался устроить форменное избиение Борис Мирошниченко. И все-таки что-то начало получаться у Нурсултана Рузибаева, пока представитель клуба «Пересвет» не накинул треугольник. Уже в третий раз за поединок нужно сделать замок чуть более плотным. Что есть силы на слэм очередной. есть заходит, пытается зайти за спину Нурсултан Рузибаев. У Мирошниченко просто больше сил, похоже, осталось. Продолжается борьба на настиле. И очень уверенно Борис идет к победе. Последняя минута истекает. Снова позиция фуллмаунт у Бориса Мирошниченко. Никаких сомнений в преимуществе Мирошниченко во втором и третьем раунде просто нет. Делает он все возможное для победы. Пусть не досрочно, но по очкам. Борис Мирошниченко за которого сейчас яростно болеет ростовская публика. Отпахал все 15 минут Борис Мирошниченко. Получилось не все. Досрочно одолеть Нурсултана он все-таки не сумел. Но давайте дождемся судейского вердикта. Тургерафа и боец смешного стиля. Да, много легенд выступало в рамках этой организации. Итак, 29-28, 30-27 и 29-28. Единогласным решением судей победу одержал Борис Мирошниченко. Один судья дал все три раунда. Двое других посчитали 2-1. Так или иначе, Борис побеждает в этой встрече. Нурсултану Русипаеву. Продолжение следует... Вironма Субтитры сделал DimaTorzok